В Подмосковье завершилась акция «Подари вторую жизнь своей ёлке». Во всех муниципалитетах столичного региона были организованы специальные пункты приёма хвойных деревьев. Городской округ Люберцы не стал исключением и тоже принял участие в экологическом проекте. Мегабак на улице Гаршина – один из 12 пунктов, куда на протяжении месяца жители городского округа Люберцы приносили новогодние ели. Сегодня на вторичную переработку отправится последняя в этом году партия хвойных красавиц. Несколько недель назад они служили праздничным атрибутом. Сейчас каждое дерево будет утилизировано с пользой. Ёлка, привезённая именно на особые пункты, не просто очищает контейнерную площадку, но также животным даёт возможность в зоопарках питаться полезными витаминами хвойными и помогать производствам, которые нуждаются в деревообрабатывающих продукциях, изготавливать ту же ламинированную доску, потому что у нас есть производство, которое нуждается в таких отходах, в таком вторичном сырье. Перевоз елей и сосен от контейнерной площадки до комплекса по переработке отходов обеспечивает региональный оператор «Эколайн Воскресенск». За вторичным сырьём приезжают ломовозы. Затем ценный груз проходит через специальную дробилку. В течение месяца на территории Воскресенского кластера, куда включен городской округ Люберца, работали 28 пунктов, специализированных для сбора ёлок. Очень активно, традиционно люди приносят свои новогодние деревья на такие площадки. Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» проходит в Подмосковье уже в четвёртый раз. За первые три года экологического проекта удалось отправить на переработку 90 тысяч деревьев. Подсчёт собранного в этом году вторсырья пока не завершился, но по прогнозам организаторов результат будет рекордным. Богдан Колесников, Луиза Егезарян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.